Здравствуйте! Мы предлагаем вам краткую видеоинструкцию по использованию аппарата Scanner Sport D. Первое включение аппарата. Перед первым использованием аппарата Scanner нужно удалить защитную пленку с электрода. Снимите крышку батарейного отсека аппарата и вставьте батарею, соблюдая полярность. Прозвучит звуковой сигнал. Через 2 секунды загрузится операционная система и аппарат перейдет в исходное состояние. На экране отобразится следующий режим. Энергия воздействия А равна 1. Дозированный режим D. Модуляции и пресеты отключены. Частота следования импульсов 60 Гц. После сброса установок или замены батареи также включится этот режим. Установку аппарата в исходное состояние проводят нажимая и удерживая кнопки стрелка и квадрат примерно 2 секунды, пока не прозвучит прерывистый сигнал. При этом неважно включен или выключен аппарат. Это удобно, если вы запутались в выбранных режимах. Если в течение 60 секунд отсутствовал контакт с кожей пациента и не нажимались кнопки, то аппарат Scanner автоматически отключается. Включение и выключение аппарата Scanner производится нажатием и удержанием кнопки квадрат в течение примерно 2 секунд, пока не прозвучит прерывистый сигнал. При этом аппарат включится в том состоянии, которое было установлено до отключения, но энергия воздействия будет сброшена до минимума. Если необходимо включить аппарат с сохранением уровня энергии, установленной до выключения, нажмите и удерживайте комбинацию клавиш квадрат и плюс. Если напряжение батареи будет ниже нужного уровня, то 2 раза в секунду будут звучать короткие звуковые сигналы. Замените батарею на новую. На индикаторе аппарата отображаются символ энергии воздействия А и ее значение в условных единицах от 1 до 250, таймер в формате минуты-секунды, символ или обозначение последнего установленного режима воздействия и его значения, и индикатор контакта с кожей. Энергия воздействия может быть задана в диапазоне от 1 до 250 единиц. Ее можно регулировать как однократными нажатиями кнопок плюс и минус по одной единице, так и удерживая нужную кнопку в нажатом состоянии для ускоренного набора или снижения энергии воздействия. Достижение максимальной и минимальной энергии сопровождается длинным звуковым сигналом. Внимание! Чтобы избежать неприятных или болевых ощущений, перед началом работы и при переходе к более чувствительным участкам кожи снизьте энергию до минимума. В аппарате имеются 4 фиксированные частоты следования импульсов – 14, 60, 90 и 340 Гц. Для установки частоты необходимо несколько раз нажать кнопку стрелка, пока на экране не появится латинский символ F. Для выбора нужной частоты после этого необходимо нажать кнопку плюс или минус. Переключение частоты отображается на экране и сопровождается короткими звуковыми сигналами. При выборе частоты 14 Гц одним сигналом, при выборе 60 Гц двумя, 90 Гц тремя и при выборе частоты 340 Гц четырьмя сигналами. Как выбрать режим воздействия? В аппарате имеется индивидуально дозированный режим, в котором время воздействия определяется автоматически. Для установки дозированного режима нажимайте кнопку стрелка, пока на экране не появится символ D. Для включения режима сразу после этого нажмите кнопку плюс, для выключения кнопку минус. Раздастся двухтоновый звуковой сигнал и на экране появится D1. При выключении режима вы услышите нисходящий двухтоновый звуковой сигнал и на экране появится D0. Дозированный режим D1 может сочетаться с любой стабильной частотой, с режимом качающейся частоты FM и амплитудной модуляцией. В этом режиме следует работать, переставляя электрод. Приложите аппарат к коже. По мере отработки дозированного воздействия на индикаторе будут последовательно появляться латинские символы I или полоски, по одной или сразу несколько. А справа будут отображаться значения таймера контакта с кожей и в зависимости от темпа достижения дозы могут звучать однократные сигналы. На различных участках кожи скорость появления полосок и количество промежуточных звуковых сигналов могут отличаться. При достижении дозы на индикаторе появляется сообщение «Доза» и звучит двухтоновый сигнал. В аппарате имеется режим лобильного скрининга D2, предназначенный для поиска оптимального места воздействия на зонах большой площади. Для установки режима лобильного скрининга нажимайте кнопку «Стрелка», пока на экране не появится символ D. После этого для включения режима сразу же дважды нажмите кнопку «Плюс». Для выключения дважды нажмите кнопку «Минус». При включении раздастся двухтоновый восходящий звуковой сигнал и на экране появится D2. При выключении вы услышите нисходящий двухтоновый звуковой сигнал и на экране появится D0. Работа в режиме D2 будет дополнительно освещена в специальном отдельном видео. В аппарате имеется режим амплитудной модуляции, при котором производится прерывистое воздействие. Три секунды воздействия и одна секунда паузы. Для установки режима АМ нажимайте кнопку «Стрелка», пока не появится символ АМ. Для включения режима сразу же после этого нажмите кнопку «Плюс», для выключения кнопку «Минус». Включение режима сопровождается восходящим двухтоновым звуковым сигналом. На экране вы увидите АМ-1. Выключение режима сопровождается нисходящим двухтоновым сигналом и символами на экране АМ-0. Режим АМ может сочетаться с любой стабильной частотой, с качающейся частотой FM и дозированным режимом D1. Также в аппарате имеется режим частотной модуляции или качающаяся частота FM. При этом частота следования импульсов плавно изменяется от 30 до 120 Гц. Для установки режима FM нажимайте кнопку «Стрелка», пока на экране не появится FM. Сразу же после этого для включения режима нажмите кнопку «Плюс», для выключения кнопку «Минус». Включение режима сопровождается восходящим двухтоновым звуковым сигналом и на экране отобразится FM-1. Выключение – нисходящим двухтоновым звуковым сигналом и на экране вы увидите FM-0. Режим FM может сочетаться с амплитудной модуляцией АМ и дозированным режимом D1. Иногда для лечения необходимо включить несколько режимов одновременно. Для этого необходимо поочередно включать режимы и не отключать их. Очередность значения не имеет. Нельзя включать взаимоисключающие режимы, такие как F и FM. Пресеты для лечения. Для пользователей скэнер имеет два предустановленных режима или пресета. Применение пресетов регламентируется новым протоколом системной терапии. Каждая фаза пресета рассчитана на воздействие на определенный тип нервных волокон или рецепторов. Пресет 1 или P1 Acute. Универсальный пресет, предназначенный для работы в любой острой ситуации. Первая фаза пресета – это биорежим. Воздействие производится пачками импульсов. Число импульсов в пачке и зазор между ними управляется автоматически в зависимости от импеданса межэлектродных тканей. Частота следования импульсов выбирается автоматически в соответствии с программой пресета в диапазоне от 15 до 340 Гц. Вторая фаза пресета – это низкочастотное воздействие. Третья фаза – среднечастотное воздействие. И четвертая фаза – это высокочастотное воздействие. Управление энергией воздействия возможно во всех фазах. Пресет 2, он же P2, он же Systemic. Данный пресет предназначен для системного воздействия. Он направлен на взаимодействие с нервной системой и имеет общерегулирующий эффект. Перед включением данного пресета, находясь в базовом режиме, необходимо установить комфортную энергию воздействия. Первая фаза – это высокочастотное воздействие. Вторая фаза – это среднечастотное воздействие. И третья фаза – это низкочастотное воздействие. В каждой фазе энергия воздействия устанавливается автоматически, в зависимости от того, какая величина энергии была выбрана до включения пресета P2. Для выбора режима пресетов последовательными одиночными нажатиями нажимайте кнопку «Стрелка», пока на экране не появится латинский символ P. Сразу после этого нажимайте кнопку «Плюс» для выбора одного из двух пресетов. Выбранный пресет также индицируется звуком. При выборе пресета P1 или Acute звучит одиночный звуковой сигнал, при выборе пресета P2 или System – двукратный звуковой сигнал. После выбора пресета на экране отображается текущая стадия выполнения программы пресета в однострочном виде. Выбранный пресет отображается с сокращенным названием. Пресет 1 – это Acute, пресет 2 – Sys. Программа пресета содержит несколько фаз, каждая из которых выполняется в течение заданного времени. Таймер фазы при помощи обратного отчета отображает на экране время до окончания выполнения текущей фазы пресета. Переход к новой фазе пресета сопровождается двухтоновым звуковым сигналом. После окончания работы последней фазы пресета аппарат автоматически выключится. Поскольку зоны воздействия могут отличаться по площади или по остроте состояния, требуется регулировка длительности пресета. При этом регулируется время работы всего пресета, а не отдельных его фаз. Для выбора времени выполнения программы пресета кратковременно нажмите кнопки стрелка и квадрат одновременно. Аппарат перейдет в режим выбора времени работы пресета. Внимание! Не удерживайте данную комбинацию кнопок более двух секунд, так как при этом может произойти сброс аппарата в исходное состояние с потерей всех настроек. Полное время работы программы пресета задается в минутах и отображается в правой части экрана. Используйте кнопки плюс и минус для изменения настройки времени от 1 до 29. При достижении минимальной или максимальной длительности программы пресета раздается длинный звуковой сигнал. При изменении времени воздействия программы длительности фаз пресета будут автоматически пересчитаны. Кроме того, произойдет перезапуск программы пресета с первой фазы, независимо от номера текущей выполняемой фазы. Пока включен какой-либо пресет, последовательное нажатие кнопки стрелка приводит к переключению между меню P и режимом выбора времени воздействия. Переход к какому-либо другому пункту нажатием кнопки стрелка при включенном пресете невозможен. Для того, чтобы изменить режим работы аппарата, необходимо выключить пресет, либо выполнить сброс устройства. Для выключения пресета последовательно нажимаете кнопку стрелка, пока на экране не отобразится выбранный пресет, а затем нажмите кнопку минус в то время, пока выбранный пресет отображается на экране. При выключении пресета прозвучит длинный звуковой сигнал низкого тона. При этом будет восстановлено значение энергии, заданное при включении пресета, а остальные параметры импульсов принимают начальное значение, то есть частота 60 Гц, FM, AM, D1 и D2 выключены. Для удобства также предусмотрен быстрый переход к пресету P1. Для этого нужно одновременно нажать кнопки плюс и минус. Внимание! При включении пресета сохраняется заранее установленное значение энергии. При выполнении программы пресета P2 значение энергии может изменяться автоматически. При выключении пресета P2 энергия воздействия изменится на установленную до включения пресета. Для того, чтобы избежать неприятных или болевых ощущений, после выключения пресета снизьте энергию до минимума. Иногда при проведении процедуры необходима подсветка экрана. Для этого один раз нажмите кнопку квадрат. Иногда, если существует необходимость работы в тишине, или, например, вы слышите постоянный звуковой сигнал о низком напряжении батареи, но не имеете возможности заменить ее, необходимо выключить звук аппарата. Для выключения звука одновременно нажмите кнопки стрелка и минус. Для того, чтобы опять включить звук, одновременно нажмите кнопки стрелка и плюс. Вы услышите одиночный звуковой сигнал. Обращаем ваше внимание, что при отключении звука вы не услышите сигнал дозы в режиме D1, звуковые сигналы в режиме D2, а также звуковое сопровождение пунктов меню аппарата. После перезагрузки аппарата или замены батареи звук снова включится. Иногда необходимо заблокировать клавиши аппарата от случайных нажатий, например, для удобного самолечения в положении лежа. Блокировка и разблокировка клавиатуры производится нажатием и удержанием кнопок квадрат и минус в течение примерно двух секунд, пока не прозвучит двухтоновый нисходящий или восходящий сигнал. Также при блокировке клавиатуры вместо символа двоеточия на экране отображаются крестики. Если аппарат выключится автоматически, то при следующем включении клавиатура будет разблокирована. Внимание! Категорически запрещается использовать питание от сети через любые адаптеры. Это может быть опасно для жизни. Благодарим за внимание! Если вы желаете узнать стоимость или приобрести аппарат, просим связаться с нами по электронной почте rhythm.okb.gmail.com Больше информации вы можете найти на нашем официальном сайте, YouTube-канале или в социальных сетях. Все ссылки приведены в описании к видео. Субтитры создавал DimaTorzok